Девушки отдыхают 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 И поэтому осы летают, чтобы выпить мёд. И поэтому оно идёт и женским, и мужским цветам. И осы летают и начинают передавать семя одно и другому цвету. Я точно не знаю, как они влияют друг на друга. Но что я точно знаю, что если, например, от мужского цвета не будут переданы семена, то это женский цветок просто вянет и умирает. Порой бывает, что из-за дождя осы не могут ли дать свободно. И поскольку цветы уже есть, но оно начнет вянуть. Тогда нам нужно было, так скажем, переносить руками, вручную семена. Когда Господь Бог сотворил весь мир, Он разделил многие вещи на мужской и женский пол. И этот женский цветок имеет плод даже, но если не получит семя от мужской цвета, то это нанжа-мором, то женщина образуется яйцеклетка. Да, у женщины образуется яйцеклетка. И где-то от 25, 22-ечем дней они живёт эта яйцеклетка. данным канжа раке чем джар и далины и это яйца клетка искренне ждет с первым оттазом и даже если очень хорошие эти клетка образует и нам да это чем я руль подавляя на кун андзя нынка ячуга поливо мамида но если она не встретит а семья мужчин тогда просто умирает был он анда дача со суры сенган и киноги на крыльюки темы и 잘 모르겠지만 яйца клетки не может думать поэтому у него не может размышлять амара 여자가 нан дар маку нан дар а со ссоры сэнгак а у а вальсу нынкин и там и если бы у яйца клетка была возможность думать общее оба наняны к андер агэ чем джар и дали на наверно она бы искренне выражала душу который ждет скам а изина ищи бир паке анна массу а у меня осталось 10 дней и сибиран чем я уже на нынку я не вон и чего если за эти десять дней не приятный потенциал хамиль паке анна манны и осталось три дня дали он ахару паке умный остался один день он лего чем дарму мандами а если сегодня не встречу своего пара нынка ян чего я просто умру на янчу а я просто умру а я не смогла встретить свою пара я умираю на нанда а а рамцын кинул ажиосинга зубы там бак фон гора у меня за чем я рыки дарит если бы это клетка могла думать тогда бы она бы горько плакала как человек мы потом его ждала бы сунгер и таком там он ассоциал падение но однажды когда читал библия обнаружил удивительную вещь и дружица не и там же что написано первое послание петра 23 первого марана что написано от вас 3 стихия до его кодом на выжить ссор ажи силу дэнда сучи аня аль силу дэвс как возрождена нет линого но от нет линого семени пара не сарай по амсанин мальсум уроки он намер а слова божьего живого и прибывающего вовек крикаете к чунжа га асси га асси га сану сиры чем даром маран андэ смотрите вот семья мы называем примеры вот это я церкви амуде и айзи а унион шингу о есу до силанин дэ смотри мы являемся не местами айсус женихом и библия говорит что слово иисуса это семья как возрожденной нет линого семей но от нет линого хана лиме сара и ку амсанин альсум уроки лавом арабы от слова божьего живого и прибывающего вовек но пока в организме женщины пока сперматозоиды идут к яйцеклетки попадает в организм и начинает идти к яйцеклетки и между ими есть кислород и начинает уничтожать смерматозоид когда же чем-то на андрел ягода от а то саны но у вас джеку и поэтому идет это и потом умирает то саны но азычку потом снова кислород убивает 7 они но азычку снова растаял эти они как агэ и чем жару макку и нэнэ и это кислород очень сильно препятствует ему и многие семена идут к эти клетки царе и кислорода убивает 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 И десятки тысяч, сотни тысяч семени умирают И говорят, этот кристалл тогда ослепывает немного И таким образом образуется новая жизнь Знаете, когда я подобные вещи искал в Библии Рождение свыше наше, очень подобно на это Что бы мы ни делали, мы не можем родить жизнь Но поскольку само слово Иисус является семени И однажды слово Иисуса попадает в наше ухо Ухо может слышать, но не может отбирать Глаза тоже могут видеть, но не могут отбирать И поэтому ухо просто передает то, что слышит душу А глаза то, что видит, просто передает душе И душа определяет через то, что он слышит, то, что он видит И принимает решение, я буду это принимать или не буду принимать За это время долгое время Сатана держала людей И делала, что мы мышли в противоположную сторону от слова Бога И наша душа идет за своими мыслями, за наслаждениями плоти и за подобными вещами Но когда мы впервые принимаем слово Иисуса То у нас появляется отказ от слова Иисуса Генерал Нейман услышал слова пророка Божьего Когда он пришел для того, чтобы исцелиться от проказа Иди, вердан, не самим раз откунись Тогда ты выздоровеешь Тогда недовольство у генерала Неймана появилось Что, пойти мне в вердан и окунуться? О чем он говорит? Я что проказы стал, потому что я не мылся, что ли? В Дамаске есть эти реки намного лучше И таким образом он не принимает слова Бога Знаете, когда я читал Евангелия Матфея Я раньше об этом тоже говорил Когда посмотрите последние главы Евангелия Матфея История о человеке, который должен был 10 тысяч талантов Ему хотя простили этот долг Из-за того, что он не принял души хозяина Мы можем увидеть, что он снова оказался в темнице Проблема этого человека была не в том, что он должен был 10 тысяч талантов А то, что он не принял души хозяина Во время Ноева потопа был путь спастись Я не знаю почему, но они не приняли слова Бога Они не приняли слова Бога, что будет душ Потом произошло такое погибание Почему у нас не получается вести духовную жизнь? Я думал, что потому что у меня плохая вера или то, или другое Но на самом деле это не так У нас есть душа, которая противит это слове Бога У нас во всех есть душа, которая недовольствует словом Бога Господь Бог позвал Авраама Авраам Не называй твою жену Сарой, называй Сарою Она родит тебе сына Авраам мог просто принять это слово Но Авраам засмеялся Он как сто лет не может родить сына А Саре 90 Он не мог принять слово Бога Однажды Бог позвал Моисея Моисей, Моисей Я пошлю тебя к фараону, чтобы ты вывел израильский народ мой из Египта Тогда Моисей говорит, кто я такой, чтобы пойти к фараону Кто я такой, чтобы вывести народ твой из Египта То есть до сих пор у Моисея или у Авраама Хотя они служили Богу И сделал, чтобы они не могли принимать слово Бога Однажды Иисус сказал Петру Вы все меня оставите Нет, Иисус, я тебя не оставлю Ты трешешься от меня прежде, чем проповет Петух Нет, Иисус, даже если мне нужно умереть, я не предам тебя Когда человек встречается с Богом и общается То Сатана, который упрямил тысячи лет над людьми Дает такую мысль, которая отличается от души Бога И поэтому делает, чтобы мы не могли принять слово Бога Женщина приняла семья мужчины И сперматозоид идет к яйцеклетке Есть кислоты, которая давит, чтобы не прошла Поэтому и мужчина здоровая, и женщина здоровая Но не получается, например, родители, ребенка Потом идут в больницу и проводят тест Все хорошо, но просто кислород очень твердый И поэтому все семена, которые идут, умирают, поэтому она не может забеременеть То же самое, Сатана нам дает столько мыслей, которые противятся слову Бога И поэтому образуется такой мир души, который отличается от мира Бога И в этом мире мы живем И спим в этом мире Встаем в этом мире И питаемся в этом мире В этом мире мы зарабатываем деньги И мы к этому привыкли Поэтому если мы хотим принять слово Иисуса Поскольку этот мир отличается от того мира, к которому я привык Мне кажется, что у меня не получится Кажется, что я потерплю крах Кажется, что мне будет страшно И поэтому у нас появится отказ принимать эту душу И как встречается смерть Матозоидцы и эти клетки Даже если душа, Господа Богу, попадет в вашу душу То удивительно, как тыква растет Как становятся беременными женщины И как образуется ребенок То же самое, если вы просто примете слово Иисуса Христа Когда душа, Господа Бога, сталкивается с вашей душой Когда что Бог начинает делать в вашей душе? Все мысли, которые отличаются от души Господа Бога, он прогоняет И мыслями Господа Бога он наполняет вашу душу И если ваша душа наполнится словом Господа Бога Знаете, какую удивительную вещь происходит? Образуется жизнь, которая имеет душу Господа Когда образуется жизнь, которая имеет душу Господа Бога Тогда знаете, какие драгоценные вещи будут происходить в вашей душе? Вы сможете прямо принимать слово Господа Бога И радоваться, веселиться и становиться счастливыми людьми Но если вы не контролируете ваши души Если вы не выбрасываете свои мысли Если вы оставляете принять душу Иисуса Христа Ой, слово Господа такое хорошее Но все равно я иду по желаниям плоти Это нехорошо, если вы туда-сюда будете ходить То так ваша жизнь закончится И многие люди живут такой жалкой жизнью Не надо стараться делать хорошо Не надо усердно что-то делать Не нужно быть верными Поэтому слово говорит Покайтесь и примите Евангелие Тогда вашей душой, значит, невозможно принять слово Иисуса, чтобы были ростки Сначала надо отказаться от всех ваших мыслей Да, то, что эти мысли кажется мне ближе и то, что они лучше, это правда Но если я буду следовать за этими мыслями Я погибну Это я точно смог понять Знаете, я не знал, но однажды я обнаружил, насколько мои мысли были скверными, грязными, злыми Я точно понял, что если я буду следовать за этими мыслями, тогда я точно погибну Даже если мне хочется следовать за этими мыслями Поскольку я точно знаю, что я погибну таким образом У меня есть страх Я не могу уже следовать за этими мыслями Например, я что-то делаю И у меня появляются разные-разные мысли Мне кажется, если я сделаю вот это вот так, вот так, то у меня все будет хорошо И такие мысли у меня начинают укрепляться в моей голове И тогда раньше я просто следовал за этими мыслями Но сейчас я уже не могу так поступать Мне кажется, что я умный, мудрый, что я делаю хорошо Мне кажется, что это такая хорошая мысль Действительно ли это так же был, кажется? Неужели это будет радость Бога? Неужели Бог будет этим довольствоваться? Турёвым гое Мне страшно поступать Поэтому я оставляю стороне моей мысли Господи, у меня такая мысль Ты тоже так думаешь? Пожалуйста, через слово мне покажи Я не хочу следовать за моими мыслями Я хочу следовать за твоим словом Я приобрел такую душу И тогда Господь показал свою волю, начал вести мою душу Я вижу, как Бог начинает действовать Если мы посмотрим второй царств Там рассказывается о Давиде Господь Бог когда уничтожил всех врагов и поставил Давида в царстве Давид говорит пророку Нафану Я сейчас нахожусь во дворце, а царство боже находится на улице Давид говорит пророку Нафану Дерево очень хорошо сделал дворец себе А ковчег находился где? В шатре, на улице Поэтому Давид говорит Я должен находиться в шатре А ковчег Божий должен находиться во дворце И Давид об этом говорит пророку Нафан Что говорит пророк Нафан? Да, хорошо, что у тебя такая душа Но ты был воином, поэтому убил многих людей Поэтому твой сын Соломон построит храм Господу Об этом работает на 2 царств 7 главе Что происходит в 8 главе 2 царств? Да, описанная битвой Давида Рассказывается, что Давид воюет и получает, так скажем, то, что он выиграл Господь Бог вывел зератский народ и привел к землю Ханаан И Господь Бог хотел стать Богом этого народа И Бог хотел построить храм Господу Богу в Иерусалиме И чтобы был храм в Иерусалиме, чтобы они служили Богу И Бог хотел пребывать в этом храме Но что произошло? Да, народ пришел в Ханаан и не хотят даже строить храм Богу Но Бог увидел, что в душе Давида есть желание построить храм Богу То есть Давид в Иерусалиме очень много желлифтум, и это использовали для построения храма Душа Господа Бога и Давида была одинаковая, что хотят построить храм Поэтому Соломон начал строить храм Господу Богу И спустя 480 лет Соломон построил храм Богу Смотрите, они вышли из Египта и 40 лет прожили в пустыне Но по разным и разным причинам они говорили Я не могу построить храм, и из-за этого я не могу построить храм Поэтому Господь Бог поставил царям Давида Давид живет, получает душу Бога Да я нахожусь и в таком хорошем дворце, а... Давид точно понял, что хочет Бог А как это было возможно? Мы же люди, поэтому мы думаем по-человечески А Бог должен думать по душе Бога Это как мог Давид додуматься до такого? Давид оставил полностью свои мысли и понимал слово Бога Поэтому душа Давида была такой же душой, как у Бога И поэтому для построения храма Господь Бог давал победу во время битв И поэтому Давид старался все собрать, чтобы построить храм в Ерусалиме Перед Давидом был Саул И были такие сильные люди, как Самсон Но они не знали душу Господа Бога, который хочет построить храм в Ерусалиме Почему? Потому что они находились в своих мыслях Поэтому они должны были войти в душу Господа Бога и посмотреть его душ Но поскольку они довольствовались своей душой Они не могли знать душу Бога Это не только отношения между Богом и нами Между братьями, между мужем и женой, между друзьями то же самое Если я захожу в душу этого брата и начну рассмотреть его душу Я понимаю, что хочет этот брат Но если я совсем не буду заинтересован Какая у меня разница, о чем он вообще думает? Я начинаю жить своей жизнью Но когда обнаруживаю Господа Бога, я обнаружил, насколько я злой человек Когда я точно понимаю, что если я буду следовать за своими мыслями, то я погибну Я больше не могу следовать за своими мыслями Потому что я знаю, что я погибну Поэтому я оставляю свои мысли И начинаю рассматривать душу Бога Тогда удивительно, вы сможете понять, чего хочет Бог Знаете, у меня тоже был свой план о будущем Но однажды я поверил в Иисуса и посмотрел Да, мой план о будущем даже жалкий Хитрый и без хорошего И для того, чтобы это осуществить, я понял, что надо много грешить Но я смог обнаружить, какой был план у Бога обо мне Я не старался его исполнить Но я мог увидеть, что Господь Бог во мне это совершает Я увидел, что Господь Бог, Он открывает путь передо мной по Его воле и все делает, как Он хочет Я 지난 20 лет, Иисус с ним вместе с Иисусом Знаете, на протяжении 50 лет живя вместе с Иисусом Я так не старался, но Бог открыт так путь, чтобы я передавал Евангелие Это не значит, что у меня не было проблем или трудностей Но каждый раз Бог позволял, чтобы я мог преодолеть и получить благословение Его Женщина – это то, что ждет и принимает Мы являемся невестой Иисуса Мы должны принять Иисуса в нашу душу Для того, чтобы принять Иисуса Христа в нашу душу Мы должны отпустить свою душу Мы на этом сегодня закончим До новых встреч и до свидания Спасибо Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»